На момент нашего приезда к дому 57 по Школьной улице работы по очистке подвального помещения сотрудниками управляющей компании были закончены. Последствий прорыва трубы, которые оставались здесь в течение месяца, практически не осталось. Здесь была протечка 27 сентября. Канализация текла по подвалу чуть ли не до второго подъезда. На что коммунальщики сказали, что якобы провели работы. После проведенных работ я спустилась в подвал со своим сыном. Здесь были трупы животных, птиц, а также фекалии. Вот все, что они успели убрать. Видно, что фекалии не убраны. То есть все в таком же виде есть, только оно засушено. Также летает комарье, также все лежит практически, только убраны трупы животных на данный момент. Елена проживает в том самом подъезде, под которым прорвало канализацию. Последствия аварии, неприятный запах и насекомые быстро заполнили подъезд. Не заметить новых соседей было невозможно. Как оказалось, и избавиться от них так же непросто. Я в первом подъезде живу, дышать нечем. Я не могу даже дверь открыть, чтобы выскочить из квартиры. А на каком этаже живете? На третьем. И звонили, и писали, и никто не приходил. Вот только сегодня пришли, стали чистить, все вот это делать. Подъездок невыносимый запах. О том, насколько качественно справились сотрудники управляющей компании с уборкой подвала, пока говорить рано. Однако мы совместно с жителями убедились, внешний вид помещения действительно изменился в лучшую сторону. И потребовалось-то всего два часа, которых раньше почему-то не нашлось. Но история еще не закончена. Ведь жителям теперь предстоит ликвидировать последствия. Неприятные запахи из подъездов и квартир. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.